Всем привет! С вами видео-блог Варс Тори. Я Алексей. И сегодня у нас с вами очередная распаковка. 12 посылок и конвертов. А также книга новая, которая только-только поступила в продажу. Мне ее подарил автор. И я вам ее покажу. Вместе с вами полистаем в конце обзора новую литературу на коллекционную тему. Я считаю, что выход каждой книги на тему коллекционирования, на тему военного антиквариата это событие в мире отечественного хобби. Поэтому сегодня будет интересно особенно. Поехали! Начать предлагаю отсюда. Здесь две посылки лежат. Одна побольше, одна поменьше. Это еще в январе пришло. А эта посылка лежит с 2020 года. Как только я открыл, здесь уже интересно даже показать промежуточный этап распаковки. Здесь мы видим очередную шапочку из фольги. А здесь, посмотрите, вместо всех уже доставших вот этих вот каких-то упаковочных моментов, здесь лежат пачечки запрещенного к показу материалов в СМИ. И все это дело служит как такой вот дэнкер. Посмотрите, пачки не мятые. Они пустые. Их специально копили, судя по всему. В общем, пачки вот эти вот все убираем со стола. Курить вредно. Курить не нужно. И достанем все-таки посылку отсюда. Все-таки пришлось прибегнуть к привычным пупырям при упаковке. Но немного их здесь лежит. Не весит, а не объем далеко занимает. И здесь еще две коробки. Еще две пачки от сигарет. Их мы распечатаем. Давайте вот сюда вот посмотрим, что у нас тут. Что у нас тут. Сейчас вот эти ногтем проковыряем. Однорукая распаковка. Разве часто такое встретишь? Тем не менее, это удобно. Смотрите, раз-раз. Все, шапочка из кольги проковырена. И здесь тоже все лежит скотчем. Замотанное. Давайте смотреть. Теперь уже можно резать. Итак, здесь у нас три знака. Это отличник Жилдор Войск, отличный дорожник и отличный повар. Эти три знака сразу нечастых пришли из вот этих вот двух посылок. У отличника Жилдор Войск не до конца закручивается гайка. Остальные знаки в порядке. И в очень хорошем, в очень хорошем виде. Особенно отличный Жилдор Войск. Вот прям вообще красиво получился. Ну и отличный повар хотя тоже. Ну вот прям яркий, с чернением. А Жилдор Войск я тоже не буду обижать, потому что ранний высокий знак. Блин, красивый. Хороший. Поехали дальше. Распакуем сразу вот эти три посылки. Посмотрим, что внутри. Вот сюда перемещаем. Магия и кино сейчас отсюда все уберем. В жизни бы так все убиралось. Здесь у нас тоже получается еще это 21-й год. Украина, город Харьков. Отсюда у нас что у нас здесь за посылка? Это Москва. Москва и еще тоже с 20-го года до востребования. Екатеринбург. Поехали открывать. В этой посылке у нас отличный танкист. Тот самый производитель. Так называемый ГДРовский. Здесь у нас еще вот есть что-то в фольге. Это мы распакуем чуть-чуть позже. И из Харькова целая история семейная. Пришла посмотреть 4 фотографии, которые указывают на некую близость этих людей. Здесь фотографии еще ранние, потому что офицер с петлицами. Здесь фотографии уже поздние. Офицер с погонами и с трофеем. Обратите внимание, это сабля с эфесом Блюхеровского типа. И здесь еще редкий момент. Такой сабля показана в руках сына. Он фотографируется с вещами отца. И вот так вот с гордостью демонстрирует трофей. Это сабля немецкая, офицерская. Как я говорил, тип с эфесом Блюхеровского типа. Так называемый давхед. Если по-английски хотите. Давайте раскроем все до конца. И посмотрим, что здесь. Здесь тоже знак лежит. Я его уже чувствую. И в последней коробке вот здесь вот в фольге был тоже знак. Отличный повар в очень хорошем состоянии. Тоже такой яркий. Гайка с обратной стороны немножко имеет какую-то коррозию. Она чуть-чуть вычищена. Но столько сама гайка. А знак хороший. Вполне вероятно, что гайку подобрали позже. Потому что бывали случаи, когда гайки просто терялись, естественно. Но гайка конкретно здесь уже не столько роль играет. Здесь мне вот нравится сам знак. Ну и в принципе по соотношению цена-качество. Он был хороший. Он яркий. И плюс еще бы его огромный. Он ранний. И вот по фотографиям. Еще тоже вот фотографии эти я все соберу. Фотографии я выложу. И их реально можно будет описывать. Здесь конкретно вот в этой группе видна прям история семьи. Потому что вот обратите внимание. Здесь вот на верхней фотографии еще то, что ранний офицер. Опять же сын маленький. А здесь когда уже вернулся с войны со всеми трофеями. Ну вот прям трогательно получается. Во-первых, эта история с хорошим концом. Такой хэппи-энд, потому что все войну пережили. И конечно же трофей. Ну вот это то, что я собираю. Если у вас есть фотографии с трофеями, с немецкими у советских бойцов, то пожалуйста предлагайте. Я готов их выкупать дорого. Все. Остальная часть распаковки. Давайте пройдет быстро. Распакуем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть посылок разом. Хотя, нет. Давайте вот эти две оставим напоследок. Я знаю, что там. Нарушу интригу. Четыре посылки. Поехали. И посылки эти приехали из Куйбышева. Это Ростовская область. Из города Днепр. Он же Днепропетровск. Иногда Днепропетровск. Люди пишут Днепр. А Днепропетровск еще на старых почтовых штампах остается. Здесь посылка из Германии. Посылка немецкая. И последняя вот в этой группе у нас Ярославская область. Поехали. В этих посылках три фотографии. Три фотографии также с офицерским холодным оружием трофейным. Здесь сабля опять же с эфесом блюхеровского типа. Офицерская у вот этого молодого человека по центру. Самодеятельность, судя по всему. Это у нас декабрь 1945 года. Домой фотография. Ну и соответственно уже можно неким образом расслабиться. Потому, что это уже послевоенные такие месяцы пошли. Германия. Также вот здесь тоже это прохождение. Память о прохождении службы в Германии 1945 год. Кстати, вот здесь вот цензура поработала. Потому, что не дали написать, где именно он служит. И здесь вот по центру фотография. К сожалению, без подписи. И здесь тоже вот трофейная сабля. Как вы видите. Знак отличный дорожник. Отличный дорожник. Второй уже в этой распаковке. И вот обратите внимание, кто не было, не было этих дорожников отличных. И меня спрашивали про них. То здесь они пришли. И пришли они еще в прошлом году. Еще в прошлом году. Но вот теперь наконец-то дождались уже распаковки. Кроме того, еще вот мне подарили такую фотокарточку. Здесь как раз интересно, что это значкист. Отличный разведчик. И очень хорошо этот знак видно. Он прям в фокусе находится на этой фотографии. Это ценно и интересно. И плюс еще вот из Германии какие-то пакеты приходят. Мне всегда их нравилось открывать. Потому что это прям какой-то такой вот особый, особый кайф. Разрывать вот этой вот ленточкой. Конвертик. Плотный. Плотный картон. И потом дальше еще можно здесь хранить. В том числе, блин. Вот это вот зря. Если бы я сейчас до себя подорвал. Был бы аккуратный конвертик для хранения фотокарточки. Но здесь у нас. Сейчас давайте откроем, посмотрим. Это одной. Одной рукой не очень. О! И в этом конверте было два негатива. Это, судя по всему, приемка лодки или строительство лодки U14. U14, потому что здесь эти негативы подписаны. Соответственно, мы их, но у нас негативов уже накопилось некоторое количество. Передадим Кириллу. И Кирилл мужественно поможет нам их превратить в позитивы. И мы посмотрим на эти изображения. Они будут очень интересны. Здесь конкретно, посмотрите, верхний негатив. Там четыре аж кортика военно-морского флота Германии. Образца 1938 года представлено. Потому что мы видим там орлов. Интересные две фотографии. Я прям заинтригован. Надо скорее их открыть. И давайте последние две посылки откроем. Там очень интересный коллекционный материал. Поехали. И вот такой достаточно свежий материал для канала WarStory.ru. Это ленточки с без козырок матросов. В данном случае Балтийского флота. В данном случае линкора Марат. Октябрьская революция. И вот внизу еще достаточно редкая школа юнгов. И краснознаменного Балтийского флота. Глав военпорт БМ. Это не что иное, как главный военный порт Балтийского моря. То бишь Кронштадт. Ну, соответственно, очень хотелось эту ленточку все-таки получить. Тем более она ранняя и достаточно редкая. Это очень интересно было ее взять. Единственная только с ней фотография была. Насколько я помню. Мне предложено. Фотографии не пришло. Здесь я уже спрошу у отправителя. Возможно, он забыл ее положить в конверт. Тем не менее, очень мне сейчас хочется их поизучать. Очень хочется посмотреть. И обратить внимание, что здесь наверху как раз лента Марат. А это значит, что я готовлюсь к съемкам видео о Марате. Потому, что можно на катере подойти к тому месту, где, собственно, была совершена та самая роковая атака на Марат. Мы непосредственно рядом с этим местом проходили. Там фарватер буквально рядом. Скорее всего, поднимем дрон, если его не уведут в ССО или ПВО Балтийского флота. Но видео должно быть интересным. Вот как раз один из моментов, которым можно будет проиллюстрировать и больше визуала такого показать. Что называется. И сама по себе тема лент вот этих вот бескозырочных. Очень интересная. На маленькой площади очень большое количество истории. Очень большое количество информации. Это вот вещи, которые пришли сейчас. Ну, приходили на протяжении нескольких месяцев. Очередная распаковка подходит к концу. И в конце распаковки, как я и обещал, мы с вами посмотрим книгу. Эта книга новая. Книгу мне подарил автор. И давайте ее развернем. И, собственно, вот эта книга. Здесь есть такая чехольчик. Я не знаю, как это назвать. Потому что суперобложки все-таки нет. Некий допматериал, который надевается на книгу и предотвращает случайное открытие. Чтобы оттуда не убежали буквы и знания. Но, тем не менее, интересная штука. Интересный момент. Потому что здесь стилизованная такая пряжка вермахта. Красивая достаточно. И, конечно же, ремень коричневого цвета. Раннее коричневое снаряжение. Я вот люблю. В общем, сделано со вкусом. Это интересно. На фоне плащ-палатки здесь мы видим название пряжки вермахта. И автор Станислав Бахоцкий. Который, собственно, мне эту книгу и подарил. Алексею всего наилучшего. Процветания блогу Варстори. Спасибо большое. Вот Москва. 13.02.2021 года. Давайте сразу же посмотрим и прочитаем от автора. Уважаемые коллекционеры и все, кто интересуется предметами военной истории. В частности, пряжками Германии периода Третьего Рейха. Целью данного издания являлось максимальное объединение и визуализация всех известных типов и разновидности пряжек сухопутных сил вермахта. А также их производителей в единый каталог. Данный каталог может являться как ознакомительной литературой для новичков в области коллекционирования пряжек, так и источником для правильного определения подлинности. Это, собственно, для меня лично самое важное в книге. Здесь не возьму сейчас по содержанию говорить, потому что я ее еще не изучал, эту книгу. И нужно, конечно, посмотреть. И единственное, что я смотрел скрины, скриншоты с, собственно, рекламой изначальной презентации книги. И любопытно, любопытно это все дело изучить, любопытно взять свои пряжки, посравнивать их здесь с аналогами, которые здесь показаны практически даже больше, чем в натуральный размер. Кроме того, здесь показаны зацепы, показаны типы клеем. И это очень интересно. Еще, естественно, фотографии на период здесь тоже есть. Я считаю, любое издание на тему военного антиквариата на русском языке, тем более от отечественных авторов, это очень круто. Это просто огромный прорыв, потому что все-таки в Германии, в Англии, в Америке, везде на Западе достаточно много вот таких вот книг есть. Они издавались авторами, издавались любителями, издавались профессиональными авторами. Тем не менее, очень мало из них переведено на русский язык. И все эти книги, они помогают коллекционерам, потому что с миру по нитке, что называется, где-то здесь больше информации, где-то здесь коллекционеры общую картину составляют о предмете своего увлечения. И вот здесь, собственно, можно будет точно так же по пряжкам пройтись, посмотреть. Я уже вижу здесь достаточно большой такой фотографический труд проделан. То есть, большое количество пряжек показано. Вот я говорю, что-то в такую натуральную величину, что-то увеличенное. И показаны такие вот основные водяные знаки. Две закладочки мы здесь наблюдаем. В общем, нужно будет полистать, нужно будет поизучать. Вот тоже тема антуражная. Не везде, конечно, видно пряжки крупным планом. Тем не менее, видно, что они есть. И просто добавляет тоже антуража книги. О, кроме того, здесь есть еще и по ремням также информация. В общем, буду изучать, буду смотреть. Автору спасибо большое. Вот, кстати, по ремням. Автору спасибо большое за то, что подарил мне эту книгу. Потому что это, конечно же, всегда приятно. Но в первую очередь спасибо за то, что книгу издал, за то, что этот проект реализовал. Я знаю, чего это стоит. Это очень тяжело. Фотографий здесь много. Фотографии буду смотреть. И вот любители пряжек, жду ваших отзывов об этой книге. Мой лично отзыв. Я рад. Я доволен, что она вышла. И обязательно сегодня вечером займусь. Обязательно сегодня вечером займусь изучением. И поищу пряжки из своей коллекции здесь, в этой книге. И еще один момент. В самом конце видео я хотел запустить начало истории. У меня друг из Краснодара купил медаль. Медаль за турецкую войну. Вот вы сейчас видите ее на экранах. Купил он эту медаль здесь, в Ленинградской области. Для того, чтобы не тратить время на все вот эти вот переезды. В очень ограниченное количество времени я попросил мне эту медаль привезти. Мне медаль привезли. Она лежала у меня в студии. Но в какой-то момент мой друг меня попросил ее посмотреть. Я не скажу, что я вот сразу же на вытянутой руке вот так вот со 100 метров могу определять штампы и знаки по отечественной фалеристике. Это вообще не сказать, что моя тема. Потому что просто перед тем, как что-то купить, я эту тему изучаю. Но, например, там по русско-турецкой войне я изучал совсем немного. И изучал там другой тип штампа условно. Но эту я взял в руки. И у меня сразу же красный флаг вот такой вот поднялся. Потому что, ну, что-то здесь не то. Просто по насмотренности. По насмотренности и в руках она лежит. Знаете, такие более острые грани, что называется. Мне потом даже подсказали, что это является одним из таких вот признаков. Одним из маркеров. Я решил проверить штамп. Я полез на сайт медали РУС. И на сайте медали РУС есть типы основные. То есть, там такая вот статистика подобрана. Есть основные типы и стал сравнивать. Выбрал просто какое-то место. В данном случае это вот эта вот точечка около восьмерки. Выбрал вот это место и начал его сравнивать с другими штампами. Такого штампа я не нашел. Потом я выбрал нижний правый угол креста. И вот здесь, видите, такие лучи выступают. И на той медали, которую мы исследуем, лучей выступает много. Вот там вот за крестом. А на медали РУС, на всех штампах, которые здесь присутствуют, эти лучи более редкие. И на моей коллекционной медали также эти лучи более редкие. Это медаль, которую я только-только сейчас себе купил в коллекцию. И в итоге я поднял такой красный флаг, потому что что-то здесь не то. То есть, мы взяли статистику. И по статистике эта медаль не бьется. В дальнейшем я пошел и посмотрел не оригинальные медали, какие есть. Самая классическая. Она перед вами такая белого металла. И тоже обратите внимание, здесь короткие лучи. И эта точка за пределами лучей находится. То есть, лучи не доходят до вот этой точки после восьмерки. На медали РУС все абсолютно варианты штампа. Именно этот водяной знак демонстрируют, как длинный луч. То есть, луч доходит до восьмерки. Я не изучал никогда эти медали, но примерно просто методология определения оригинал-подделка, она одинаковая. У меня нету сейчас микроскопа. Я его уже заказал. У меня нету сейчас микроскопа для того, чтобы провести объективное исследование на предмет штампа или литье. Поэтому я не стал этого делать. У меня нету весов просто под руками, поэтому под рукой. И плюс нету эталона, потому что нужно в любом случае именно такой эталон брать, с которым сравнивать. Но по штампу здесь явно есть отличия. И мне любопытно выслушать ваше мнение. Какие ваши мнения по этой медали? Я лично склоняюсь к тому, что это не оригинал. Вот что вы думаете на этот счет. Кроме того, здесь есть еще знак отличия военного ордена Святого Георгия Заво. И вот тоже посмотрите на его фотографии, посмотрите на его сканы. Этот знак, точно так же этот крест был предложен моему товарищу. И давайте посмотрим, проведем некую экспертизу оригинал или не оригинал. И посмотрим, что скажет уважаемое сообщество War Story. Все. На этом я обзор свой заканчиваю. Жду ваших комментариев. И сегодня была отличная распаковка. Отличная демонстрация книги, новой литературы. Я надеюсь, этот обзор вам понравился. Спасибо, что досмотрели его до конца. Всем вам доброго вечера. И увидимся в следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok